Хорошо. Значит, тогда я очень-очень рад, что вы приехали. И что, главное, приехал Владимир Алистов, который герой сегодняшнего вечера. Вот, значит, этот цикл «Человек в других людях». И о чем будет говорить Володя, я понятен. Но я уверен, что это будет что-то интересное по одной простой причине. Потому что я ни разу, просто не было ни разу, чтобы тогда Володя говорил, он говорил неинтересно. Вот, и я говорю не в качестве такого, знаете, конферанца, а действительно, на самом деле, просто Володя обладает, мне кажется, одним замечательным качеством. А именно, он просто редкий такой человек, который почти всегда, или может быть всегда, я не знаю, находится в каком-то состоянии, ну я бы сказал, в таком вдохновенном состоянии. На самом случае, я его в других состояниях не видел. Поэтому, когда он говорит, ну, вот, на какие-то интересные темы, обычно это так происходит. Вот, это всегда какая-то особенная речь. Вот, за что я Володю очень люблю, ему очень благодарен, очень благодарен за то, что ты сегодня пришел. Все, слово Володя. Ну, вообще-то, тема, да, такая, тот человек в человеке, в кавычках, и для формы, и поэтика другого, в литературе и не только. Ну, так как вот это, действительно, тематика человек в другом человеке, ну, вот эти пастернатовские слова здесь, то, ну, так как-то совпало. Может быть, я это потому что читал когда-то, там, вот, доктор Живаго, тот забыл, и, может быть, из других источников. Мне казалось, что я вот какую-то такую формулу предложил, тот человек в человеке, но я совершенно не настаиваю, и поэтому она как-то вот, ну, она пересекается с тем, что вот, конечно, о чем здесь говорится, и многие, кто говорил. Может быть, немножко у меня будет сдвиг в такую более, ну, какую-то теоретическую сторону, но я хочу все-таки вот как-то к литературе подвинуть потом. Это будет такой же конкретный разговор, и там вот конкретные будут какие-то персонажи. Поэтому я, ну, ну, так примерно построил. Я в начале, в первой половине буду говорить, ну, такие более общие какие-то вещи. А вот вторую часть я просто конкретно буду говорить о, ну, таком литературном примере. То есть, это, в общем, ну, эта работа, она, ну, так, слегка даже опубликована, но не полностью, потому что я, может быть, не давил ее. Но это как раз и будет разговор вот о человеке, о другом человеке, но на примере вот литературных каких-то известных персонажей. Но такой неявный, как бы, диалог был и внешний диалог, я скажу, о ком будет идти речь. И внешний, безусловно, такое интенсивное какое-то общение и взаимоотношения, но внутреннее вот то, что через тексты каких-то стихов происходило, это было, как мне кажется, не менее важно, и вот оно приоткрывает какие-то вот новые возможности рассмотрения. Ну, вот я об этом и буду вести речь. Ну, вначале о самом вот этом понятии. Но все-таки мне вот хотелось привести один короткую цитату вот из Андрея Белого, который тоже говорит, мне вот указали. Может быть, я тоже это читал когда-то, но забыл о том, что вот человек в человеке – это такая, в общем-то, формула, которая в той или иной степени в разных смыслах присутствует и в разными людьми воспроизводилась. Вот. Это из книги «Белого на перевале», там «Кризис культуры», вот третья часть. Вот. Я буквально кусочек вот приведу. Это «Христовство культуры, грядущей на нас, где перы, в кавычках, станут вечерей тайной, куда придет гость» с большой буквы, двоеточие, «человек в человеке». Он ныне неузнанный странствует в нас, и мы, странствуя, ищем свидание с гостем. Вот большую букву. То есть, ну, мне кажется, это все вот как-то пересекается, ну, и, понятно, там «Серебряный век», это все доносится, и, конечно, доносится через разные произведения, в том числе и доктора Живаго. Тем не менее, мне кажется, эта вот проблема, она в той или иной степени как-то отразилась совершенно по-разному. И кто-то, так сказать, ее осознавал, кто-то нет. Но, во всяком случае, вот для меня она была важна. Вот. И, ну, вот, чтобы сказать, что такое иденформа, я вот все-таки скажу, что понятие другого, тут и другого с маленькой буквы, и другого с большой буквы, оно явно или неявно является одной из важных проблем, и философских, но и литературных. И, ну, тут можно разные имена называть, перечислять очень долго, и Бахтина, Лакан, Франк, Бубер, Андрей Платонов, Сарта. Вот. И в этом смысле очень коротко я, может быть, скажу о том, что она является одной из тем, вообще, современной философии. Ну, в частности, французской, но и у нас тоже об этом говорят. И вот большая книга такая, вот, Визгина, например, на пути к другому. Вот. И, ну, французский тут разный автор, я просто вот процитиваю одного автора, который говорит, что там вот проблемное поле образовано такими понятиями, как тожесть, дождество, ламем, и иное, или другое, латер. Альтернатива или тождество проглатывает, иное, не испытывая при этом никакого изменения по существу, или оно перед лицом другого оказывается способным к самоизменению. Вторая часть указанной альтернативы предполагает, как минимум, открытость по отношению к другому. Вот. Ну, и сразу приведу цитату из Бахтинана, который говорил, некий парадокс или открытие философского мышления стоит именно в том, что я ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с другим. Вот. Ну, когда я пытался вот как-то сформулировать это понятие, это форма, в общем-то, это так долго и медленно как-то возревало, что что-то я читал, что-то забыл, что-то как-то появилось само собой. То есть это, ну, буквально лет 15, так сказать, продолжалось какие-то подступы к этому понятию, прежде чем я решился как-то это обозначить какими-то все-таки новыми словами, поскольку вот, ну, всегда новое какое-то вот понятие, новый термин, он для меня ответственен, я вовсе не гонюсь за этим и крайне редко, в общем-то, как-то пытаюсь что-то вести, но здесь оно вот в конце концов все-таки подошло. То есть, ну, была какая-то у меня вот работа опубликована еще вот в газете «Сегодня», тогда вот был там отдел культуры такой, это вот в середине 90-х годов, эта статья называлась «Равенство и не тождество», ну, где, ну, немножко так парадоксально говорилось о том, что вот, ну, вот утверждение Ницше о том, что люди неравны, который вот он так повторяет, как мантру такую, то в конце там заключение такое – да, люди неравны, они тождественны. Ну, в каком смысле? Вот это как раз подводит к этому понятию, потому что идам – это тот же тождественный по латыни. Вот. Истоки этого, ну, попытки проанализировать какие-то поэтические явления, в основном, ну, современные, и в основном это была попытка что-то сказать о поэтике метреализма, но потом постепенно это как-то расширилось, и уже оно приобрело определенные какие-то вот философские черты более отвлеченные, а с другой стороны обнаружилось большое поле для такого вот применения, ну, это уже как метод такого изучения, а с другой стороны, ну, как бы, вот реализация на литературных примерах, когда вот какие-то такие совпадения, вначале единичные, а потом они при сопоставлении произведений выходят в какую-то множественность, и именно вот во множественности обнаруживается такое новое качество, когда эти совершенно вроде не связанные, может быть, произведения оказываются вот в такой напряженной какой-то связи, происходит как бы вспышка вот этого сопоставления, сравнения, которое вот можно назвать такой вспышкой отождествления. Но когда не исчезает каждая сущность, а как бы вот освещается по-новому и даже способна эта уникальность возрастать, но при этом какое-то приоткрывается и общее пространство. То есть вот эта вот ситуация, ну, слегка странная, может быть, но она в каком-то смысле жизненная, потому что вот все люди на скрещении друг друга существуют, и в то же время каждый, ну, вот, есть абсолютно самостоятельная сущность, если они не пытаются как-то взаимно запретить друг друга или вытеснить или уничтожить, то вот как им сосуществовать в этом? Это, ну, вполне такая утопическая, я понимаю, но утопическая не в другом смысле, а то, что это отнесено, может быть, в далекое будущее возможности какого-то вот совместного существования. То есть это, ну, я пытался дать какие-то определения, я вот, ну, какие-то выдержки, может быть, прочту, чтобы, ну, не слишком теоретизировать, а, ну, более-менее представить, как это выглядит. То есть необходимо было сделать шаг от структур подобия к структурам отрождествления. Идем форма фигура поэтического изображения, элемент нового миропонимания, где не только уходит двойственность, уже преодолеваемая метаболой, ну, это вот термин, который ввел в то время новой поэтики Михаил Эпштейн, но создается эффект отрождествления с другим и в другое, где единичное, уникальное, раскрывается через множественное. Ну, я в основном это вот пытался как-то анализировать явление поэзии, ну, вот, современной, но потом, когда я выступал как-то на семинаре в Институте русского языка, имени Винограда, вот, как думал, кто, Виктор Петрович Григорьев, это известный вообще не следователь такой, филолог, он спросил, а не пробовал я это применить каким-то известным, ну, литературным, так сказать, явлением, фактом, и посмотреть на, вот с этой позиции, на такой вот, на то, что мне не приходило, честно говоря, в голову, но после этого я вот как-то обратился к этому и понял, что это вот действительно возможность рассмотрения как-то по-новому вот литературных произведений сопоставления, которые, ну, казалось бы, очень странные или искусственные, но на самом деле в этом есть некоторое вот проявление того, что вот я называю идемформа. Ну, и оказалось, что вот применительно к литературным явлениям, к их такому-то анализу, сопоставлению, как метод, он несет в себе черты традиционной компаративистики, сравнительной литературы ведения, ну, там это сложное понятие, но во всем случае там вот типология какая-то очень важна, вот, ну, как бы такое общее, которое над вот частными проявлениями. Это, конечно, здесь тоже важно, но все-таки здесь вот проявление частного как бы превышает, потому что это отдельные произведения, отдельные, ну, это может быть и отдельные строки произведения, или фрагменты, или целые циклы, или два романа, я уже, ну, упомяну, какие вот проводились сопоставления, вот здесь вот это отдельное произведение, оно играет большую роль. с другой стороны, ну, известен сейчас и последние десятилетия очень развит метод интертекстуальности, и здесь с этим тоже есть, конечно, определенное, может быть, можно как-то об этом говорить, а некоторые вот, сопоставления именно с этим методом, но там все-таки это так, ну, есть и крайние проявления уже постмодернистские, когда говорится, что уже, собственно, все написано, вся, как бы, литература представлена, и там уже происходит такая перекомбинация известных элементов. Во всяком случае, всегда там присутствуют именно такие вот, ну, как бы, частности, которые кочуют, способны передвигаться из одного произведения в другого, как бы, пренебрегая границами, и там вот понятие целостности, отдельного произведения, она тоже теряется. То есть, вот здесь, как бы, между вот этими двумя полюсами, ну, и здесь попытка вот постепенно определить какое-то свое место вот этого подхода. То есть, когда вот уникальность не теряется вот в этом сопоставлении, а если действительно происходит вот подлинное сопоставление, то происходит, как я говорю, возможность какого-то превращения этих смыслов каждого отдельного произведения, и при этом При этом они находятся в каком-то новом пространстве, они ищут какой-то общий язык и находятся уже в более даже сложных каких-то отношениях, чем до этого То есть это вот такая структура, которую, ну, потом я как-то продолжаю теоретизировать И здесь я, в общем-то, был отнюдь не одинок, это из разных, так сказать, источников я обнаружил такие вот, как бы, предложения или вопрошения о том, что На самом деле это в каком-то смысле, конечно, это надо разрабатывать, хотя я немного, тут и какие-то такие философские, в общем, основания пытался подвести под это Хотя все-таки в основном вот разговор шел о поэтике каких-то произведений Вот в десятом номере вопросов философии, вот за прошлый год, вот вышла статья, где я вот говорю об идемформе, там анализирую какие-то конкретные произведения Ну и вот там я говорю о том, что это вот некоторые, возможно, идемформы, это в определенном смысле модель монады с открытыми окнами Ну, то есть монада не имеет окон, как многократно утверждал Левниц То есть это некоторые сущности, но она совершенно отдельная, но она, так сказать, метафизически выражает сущность всего мироздания То есть это некоторый элемент субстанции Но это попытка все-таки вот как бы приоткрыть даже вот и в метафизическом смысле Это вот эти замкнутые окна и попытаться как-то вот связать одно с другим Ну, я могу сказать еще некоторые ассоциации Нет, отчасти они носят слегка игровой характер Но поскольку это пришло из поэзии, то она не чужда такой игры слов была И поэтому вот там слово, которое вот от мета-реализма и других там приставков мета Оно как бы само стало по себе мета Но если вот много раз повторять это Там я, там я, там, там возникает что-то о этом И там вот может увидеть вот это имя То есть это я, ну, поставить, реконструировать Что может быть это отчасти возникло именно почему такое слово Из-за того, что это многократно вращалось в такой дадаистический Какой-то такой слегка авангардный способ вот этого воспроизведения С другой стороны, если посмотреть вот на сам этот термин То в звуковом смысле он соотносится вот с такими известными понятиями Ну, и здесь, как мне казалось, это вот так получилось не случайно А именно Нуидом Эсейдосом, вот, платоновским Вот, и это, ну, как известно, это некоторый образец такой идеальный Который имеет общий смысл для многого А с другой стороны, это вот форма, которая соотносится с аристотелевскими, так сказать, понятиями И который, ну, вот, своего учителя Платона, соглашаясь с ним, тем не менее Апеллировал вот к какому-то более частному опыту И вот, ну, это Демерсгор, но он уже так много раз комментировался Поэтому здесь как бы вот это общее и частное Они вот, ну, немного таким слегка комичным образом вот здесь сопряжены Ну, вначале я это, конечно, не имел в виду То есть здесь вот, как мне кажется, есть вот Ну, еще раз скажу, это можно рассматривать как определенную игру Но тем более это во многом к литературе относится Но тем не менее, для меня это вот было какое-то важное понятие Ну, и в этом смысле, конечно, частные вот какие-то рассмотрения, частный анализ Это был, играл большую роль Я, ну, расскажу, какие вот были произведения Большая часть причем их опубликована там в журналах, в каких-то трудах конференций Ну, кое-что и нет Ну, замечу сразу, что всегда в таком случае Вот когда возникают такие первичные какие-то элементы такого сопоставления Всегда возникает вопрос, ну, не является ли это случайным вообще А второй вопрос, может быть, это хорошо известно и уже описано Ну, вот за все время я вот прямо так вот Чтобы буквально вот такое сопоставление было Ну, один случай был Ну, это в коем-то смысле подтверждает, что это не такое не случайное рассмотрение Что действительно это возможно Но, с другой стороны, я понял, что тут мне почти делать нечего Это речь идет, что я пытался сопоставить Ну, я говорю, в течение многих лет я пытался узнать, кто-то это вот не исследовал И в конце концов обнаружился А именно поэму «Без героя» Ахматовый И «A novel without a hero» Роман «Без героя» Это подзаголовок романа «Ярмарка тщеславия» «Venity fair» То есть вот, и вот это меня как-то вот Ну, я немножко отвлекаюсь Просто скажу, вот частные случаи Почему они вот соотносятся Ну, это казалось вначале просто такое Ну, мало ли там Или тут всегда вопросы совпадения, которые всегда могут быть С другой стороны, Ахмата вроде об этом никогда не говорила Но нет сомнений, что она, конечно, читала «Venity fair» Она прекрасно знала английский И это могло вот как-то в ней прийти Но здесь что важно Это, ну, не только эти два слова А то, что она в 40-е годы, ну, 20-го века Обращается к 10-м годам 20-го века И вот ту ситуацию воспроизводит А вот «Ярмарка тщеславия» была написана в 40-е годы «Текерем» Он написал вот «Время наполеоновским умом» И так далее Ну, и так далее, и так далее И там вообще вот это то, что кукольное вот такое И там ролики надо, и так далее Вот это оказалось в статье Мелевой Иванович Такой вот известный сербский филолог Она была То есть на 80% я увидел, что она покрывает то, что я хотел Там были некоторые элементы, которые выходят Но я не стал, в общем, этим заниматься Но вот другие примеры, они как-то оказались Ну, там что-то было похоже Но так, отдаленно На самом деле это вот Такого не было Ну, я пример хоть и вскажу И потом вот какой-то отдельный пример Постараюсь рассмотреть Ну, что здесь вот важно, когда Это действительно поэтика другого Попытка выйти и в другого человека Ну, например, литературного произведения, допустим Как это такая полезная модель в каком смысле То есть это введение диалогичности Вот, в частности, в поэзию Если мы говорим о поэзии Ну, это вообще спорное стремление Бахтин, как создатель новой области эстетики и прозаики Прозаика Ну, в терминах некоторых авторов Полагал, что диалогичность присуща изначально только романной форме Ну, тут Так как все-таки мне казалось, что это возможно И там это совпало еще с одним термином Который я как-то ввел довольно давно Это пришедший, может быть, из понятия внутренней формы слова Я пытался ввести такой термин Внутренний пластический театр Для выражения, ну, такого вот каких-то внутренних движений Жестов, которые в поэзии проявляются Об этом часто говорят Но здесь как-то, может быть, систематизировать это Вот Но, вот, оказалось, что здесь вот на самом деле Если мы хотим Вот, действительно В сторону вот какого-то диалога вот с другим И в поэзии именно Двинуться, то Здесь, оказывается Ну, театр и драма, они в каком-то смысле важными будут Ну, для меня первичные антологические Вот я как-то различал такие первичные антологические установки Ну, это даже описано у меня в статьях Чем отличается лирика Ну, вот, эпос, условно, ну, проза И вот драма, театр То, что в поэзии изначальная установка Именно такая философская, антологическая установка Я ес Аз ес Я есть В прозе это ты есть То есть, вот, как бы, другой Но он, скорее, так сказать, для предмета изучения Это нет вот такого еще тесного взаимодействия А в драме это мы есть И вот поэтому вот выход от этого эго От этого я есть Вот к диалогу Оно лежит, как ни странно Вот через такие вот театральные вещи И поэтому вот внутренний пластический театр В определенном смысле оказывается здесь как-то согласован То есть, вот, выйти за свои пределы Ну, в театре это изначально Ну, на самом случае, когда там диалог просто расписан То это уже присутствует Вот Ну, здесь вот в каком-то смысле Когда я наткнулся на высказывания лингвиста Поливанова То мне показалось, что это, ну, как-то соотносится с этим Вот по поводу звуковых жестов японского языка Рассмотрение этих фактов Мелодизация, жестов и прочих аксессуаров речи Составляет особый самостоятельный отдел лингвистики Это тот отдел, которым лингвистика соприкасается с теорией драматического искусства То есть, ну, не я один Тут какие-то еще там есть высказывания на этот счет То есть, это уже вот то, как Ну, вот, собственно, может быть, через литературное произведение Вот, в частности, поэзии возможен выход вот к другому И здесь вот, как мне кажется, все-таки понятие и динформа Но для меня она стала вот И, ну, мне так кажется, элементом вот Поэтики, которой я явно или не явно следую Причем здесь вот это взаимодействие разных вот этих сущностей Оно, ну, разные тут могут быть ассоциации Но оно связано как бы и на таком, даже вот физическом, можно представить Такое вот резонансное, когерентное Ну, там иногда новый термин, синергетическое Какое-то усиление При взаимодействии отдельных произведений происходит вот такой резонанс И вот усиление, какое-то превращение качества Ну, здесь, так как, в общем, я занимаюсь физикой, в каком-то смысле То, ну, можно вспомнить, хотя это, может быть, отдаленный такой пример совсем Известен так называемый эффект Гюгенса Но он обнаружил, ну, давно, потом это уже в современной, так сказать, теориях это все объяснено Что если на одной доске висят два маятника Ну, доска не соединена То есть они передают какие-то воздействия И вначале они двигаются асинхронно как-то в разнобой Через какое-то время они начинают качаться синхронно То есть, ну, здесь вот важна эта вот среда, которая вот передает каким-то это Ну, там при определенных условиях Но, во всяком случае, это вот, ну, так же, как несвязанное совершенно явление Можно сказать, что вот есть какая-то, ну, общая среда Ну, это, может быть, тоже такой достаточно часто упоминаемый факт Которая способна вот как-то передавать такие вот какие-то колебания совершенно различные Но потом в чем-то вот есть такой вот какой-то когеренция, какой-то вот резонанс И вот один из первых анализов, который, ну, он был опубликован как раз вот в трудах там вот 80-летию Виктора Петровича Григорьева Это сборная была такая, динамика текста, там сборник статей и конференция была Он был посвящен анализу взаимоотношений между Андреем Платоновым и Фолкнером То есть, ну, при всем различии То есть, меня в течение многих лет занимала вот такая, ну, деталь Которую я буквально к ней приставал к знакомым филологам Но все так пожимали плечами или как-то улыбались Странно, а именно то, что у них вот в их произведениях есть такое ключевое слово, как ярость Ну, по-английски фьюри The sound and the fury – это вот шум и ярость Вот, ключевое произведение для Фолкнера Но и Платону в прекрасном и яростном мире и в других местах это тоже Но сколько я вот не приставал, никто не отзывался Поэтому я через много-много лет я решил сам этим Ну, тем более, вот был какой-то такой внешний импульс И оказалось, что там большое количество некоторых вот совпадений Ну, я не буду об этом говорить подробно Но, тем не менее, скажу, что вот основное там Это вот сопоставление произведений, как раз написанные примерно в одно и то же время Но вот без всякого внешнего контакта А именно, речь идет о вот шуме ярости и котловании В области Платонова И здесь, ну, обнаруживаются и детали какие-то, сопоставления И вот такие общие структуры Ну, я могу только там вот какие-то назвать Ну, чтобы совсем не быть голословным То, что там вот начало каждого произведения Оно происходит, ну, такой какой-то странный, юродивый персонаж Там Бенжи вот А здесь это вот Вощев Ну, в день своего 30-летия личной жизни он был уволен там Завода Но оказывается, что именно 30 лет, когда То это день рождения и Бенжи тоже Но там ему вообще исполняется 33 года Ну, возраст Христа Но ему говорят, что он то, что такое Как ребенок, говорит ему уже 30 лет, как 3 года То есть там тоже 30 лет называется И на самом деле, вот этот вот возраст Он примерно соответствует возрасту писателя, который писал И Фолкнер там на 2 или 3 года старше Платона То есть вот и там вот как раз его возраст Каждый из них вот каким-то образом сопоставляет Ну, это там христианская, естественно, символика есть Особенно там у Фолкнера Вот, то есть такие вот совпадения, например Но, кроме того, это в такое вот какое-то было разломное время И там, и там, и тут Там этот роман был издан за несколько недель до падения фондовой биржи А Котлован писался в год Великого Перелома, так называемый То есть это действительно такой вот какой-то разлом Ну, и там вот показан вообще вот этот предельный какой-то разлом вот этого времени Но только для Фолкнера это как бы вот индивидуального сознания А для Платона коллективистского То есть это вот, ну, естественно, тут какие-то пересечения есть Но потом мы видим и дифференциацию, так сказать, при этом вот различия Но в этих произведениях оказывается, что там главные герои Они определенным образом, может быть, соотнесены Ну, вот я уже говорил про Войщева и Бенжи Кроме того, там есть инженер Прушевский в Котловане Который занят идеей собственного, ну, как бы, ухода из жизни самоубийства А там это один из главных героев, это Квентин Который, ну, вот, причем они пишут оба письма сестре накануне вот как бы своего ухода Кроме того, это оба романа о, так сказать, ну, как Фолкнер, павших, о погибших женщинах Но только у Платона это реально, вот, ну, Настя, ее мать А там это вот Квентина и ее мать То есть вот это парный образ, но он именно важнейший и там, и там То есть вот эти структурные вещи, ну, при абсолютном различии Они, тем не менее, вот там обнаруживают вот эти Я говорю, что это началось со слова ярость Ну, и, кстати, оно обнаруживается и там, и там Есть вот даже слова, и в этом произведении, и в том произведении Фьюрер и ярость Вот, но скажу еще деталь такую Это уже следующее Вот на уровне вот действительно такого буквалистского совпадения И, ну, это уже позже, так сказать, вот произведение Платонова Ну, когда они тогда писали, совершенно ясно, ну, никаких вот контактов Кроме вот этого какого-то общей вот этой вот среды Ну, я не знаю, вот то, что вносится в воздухе и на что вот реагируют Ну, они реагировали, ну, абсолютно в разном мире, каждый своем Тем не менее, они реагировали неожиданным образом Вот, ну, в каком-то смысле идентично, тождествуют Вот в этом отождествлении, но при этом, я говорю, вот эти вспышки Они не уничтожают каждого Они просто придают им какой-то, как мне кажется, свой смысл И при этом обнаруживается, ну, конечно, огромное различие Вот эта деталь, что вот в незавершенном романе «Счастливая Москва» Ну, он был в середине 30-х годов Но, скорее всего, Фолкнера тогда он не знал Хотя там какие-то были переведены, по-моему, три рассказа Но там совершенно это было о чем-то другом Там появляется персонаж такой, как Семен Сарториус Ну, а у Джона Сарториус – это важнейшая фигура у Фолкнера Ну, там я пытаюсь вот как-то это сопоставлять И потом я обсуждал вот эти вот какие-то вещи Такой исследователь, довольно известный, Евгений Яблоков От творчества Платона Как раз вот в Мюнхене на платонской конференции Я вот рассказывал это Потом он как раз говорил о смысле этого фамилии Сарториуса Ну, там это Портно, по-моему, как-то связан с этим Но это уже отдельный разговор Это я, ну, немножко отвлекся Но чтобы не быть голословным Вот привести пример того, что здесь вот О чем вот здесь может идти речь Ну, а сейчас я, может быть, вот перед тем, как Вот уже более конкретный какой-то вот анализ Я говорю более подробный вот этих взаимоотношений А это уже другой пример Когда были, конечно, взаимоотношения между этими персонажами Огромный, так сказать, ореол этих отношений Там-то никакого не было контакта А здесь он огромен Но прежде чем вот к этому перейти Я хочу вот прочесть Ну, это вот в этой как раз работе теоретической Там есть некоторый такой отрывок Как бы он, ну, вторгается сюда Это вот о другом Вообще вот отношение к другому И поэтому он носит такой, ну, в общем-то Несколько импровизационно-литературный Ну, одну страничку я прочту Вот литературный характер И поэтому тут надо, в общем-то, читать дословно, может быть Ну, не знаю, может, с некоторыми пропусками Фраза, случайно услышанная на улице Обрывок сентенции Нить, надорванная ветром Это необязательно исходный пункт для самоутверждения Для подчинения другого Для управления негласного другим Но пунктивой тропинка к своему открытию через другого Простая дверца Чтобы войти через узнаваемую Кажущуюся безликой фразу В иную Совершенно непредставимую Необитаемую Покагуя своего бытия жизнь Вот все он глядит на тебя Попутчик Истинно попутчик По этому мгновению жизни Тем сильнее волнение Сколько надо было совершить Сколько надо было совершиться невероятного Чтобы вы и мы встретились с ним здесь Чтобы встреча наша В языке человеческом случайная Могла совершиться Ведь у него до этой встречи с тобой Была своя история История его тела, любимых предметов История связки ключей с кожаным поводком Который он потерял 14 лет назад Ничто не предвещало нашей встречи Никакого отношения к ней ничего не имело И вдруг все всплывало В моей памяти нашей мгновенной памяти Все мои вещи, привычки Любимые непроизвольные движения Которые настолько мои, что не имеют имени Потому что про них нельзя сказать Что они единственные Потому что они не имеют границ Вдруг им почудились Их имена в другом В другом человеке Они названы могут быть лишь по-другому Его пиджак Это вообще нечто невообразимо иное Ни здешнее Ни мое, ни мое Но встреча вдруг все изменила И мой пиджак Пылью все редко подтвержденные Вдруг зареял в его пиджаке Как в пустом и пространном шкафу чужом Где опознают еще меня редкие звезды Нафталины из другого шкафа Из иного гардероба Который изредка скрипнет В плечах где-нибудь в темноте квартиры Комнаты той на сломе На скрипы между пятидесятами Годами и шестидесятами Его щетина будет названа Словно чай принесенный Принесенный в одноразовое серебра подстаканники Чай наливающийся Крепчающий марсианской краснотой Его невыразительное лицо Станет вмиг невыразимым Он невыразимо в терминах своих Оно невыразимо в терминах своих Но выразимо невесомо На моих плечах Рубашки мои на рейде Моих плеч На остове каркасе Не тот ли взгляд Врача ему принадлежит Что сразу обелило И обвежал свой кабинет И обнаженный остял Рядом с измерителем высоты По пояс обнаженный Желтеет, чем снег Тот был белый за окном И белая густая побелка Всех медицинских Цинк И синего молока Отобразилась в белых каплях На весах медицинских Ты сейчас напротив меня Не был ничем похож на того врача Кроме возраста Я видел лишь Твой далекий состав времен Принесших из разных мест времени Собрание разглагольных Нелепых даже вещей на тебе Вещи на мне застеснялись Что их видят такие же Такие же Видят те же вещи На плечах твоих И могут назвать Неназываема была твоя темнота Темнота твоих ночей Над тобой Когда ты лежала В преддверии ночи С открытыми очами Но чем сильнее ты ее называл И рассказывал себе Тем неназываемой Пахучей и глубже Она становилась Она становилась Моей темнотой Но иной И поэтому моей темнотой Для которой вдруг Раскрывалось безмерное имя Медоточивая медитация Другого Который в любой момент Может исчезнуть Через коридор Плацкартный Потому что это его станция Он становится морем Которым мы стремимся Но не знаем Как обозначить Как обозвать Сам человек Запрещает нам говорить Вот мы стремимся К черному морю Но не можем объять Все переливы Все оттенки черного пиджака На этом человеке Который был напротив тебя Словно тяжелеет равнодушие К самому себе Словно И ты засыпаешь Это время Когда Ты себя не называешь Совсем Ты никак не откликаешь Не окликаешь себя Напротив тебя Сидящий Коснется Твоего рукава И скажет Это моя станция То угнешься Все еще Не окликая И не называя себя Он уходит Растягивает Твое я Твою одежду Вежды закрытые Оборвутся вмиг Лишь мигание Красный огонь На путях Тонкая свежесть Движение влажного воздуха Которое могут почувствовать Только глаза Влага и отблеск Овальный Огней ночных на путях Он ушел Но вся не часть Тебя А всего себя Или всего меня Он унес мне Меня И тебе Вне нас Вне нас Сим И им Сема Фор И где-то Есть еще я Еще я Еще я Он еще Он еще Он еще Он еще Он еще Сигнальный огонь Не разорван на огне Они не пересказаны Мы не можем И скажем Затрудненные слова Но не немота Теперь в нас Не те теперешние времена Без него Без нас И все же Есть еще один Прецедент решающий Прецедент решающий Прецедент состояния Нас В нас Во мне И в нем Внес он Унес в нас Вот такой вот Отрывок Сейчас я хотел Просто Поговорить Уже более конкретно Ну и Немножко более Подробно Может быть О Двух стихотворениях А именно Вот Речь идет Речь идет Речь будет идти О сопоставлении Вот Вот этих Пересечений О пересечениях Двух Авторов А именно Анна Ахматова И Александра Блока Ну Их История взаимоотношений Хорошо Известна И описана И продолжает Описываться Что там Обнаруживается Новое Но Это Внешняя Сторона А вот Чтобы сказать О внутренних Каких-то Даже для меня Было Неясных Соотношений Может быть Это вот Принесено Именно Сопоставление Произведения Это Произошло Когда я Услышал Что два Их стихотворения Определенным образом Вот так Настроены Друг на друга Но здесь Возможно Вот и синхронные Какие-то Вещи Которые писались И в разных местах Без всяких контактов И синхронные Которые писались Ну можно сказать В одном Месте Практически Но без Каких-то Определенных Контактов Там может быть Был Какой-то Медиатор Вот такое Сопоставление Двух стихотворений Это вот когда В одно время Буквально Написалось Это Например Стихотворение Блока Ты помнишь Наши Бухтихсоны И Магдальштама Домби и сын Ну и там Оказалось Что огромное Количество Каких-то связей И возможно Между ними Был медиатор И такой Физический Это их Друг Поэт Владимир Пясов Вот В данном Случае Второе Стихотворение Принадлежащее Блоку Написано Через Пять лет После того Как было написано Первое стихотворение Ахматовой Того, что я терпкой печалью Напоила его До пьяна Как забуду Он вышел Шатаясь Искривился Мучительно Рот Я сбежала Перил не касаясь Я бежала За ним До ворот Задыхаясь Я крикнула Шутка Все, что было Уйдешь Я умру Улыбнулся Спокойно И жутко И сказал мне Не стоя На ветру Это 8 января 1911 год Даже обычно Получается место Киева А вот стихотворение Блока Тоже Чрезвычайно Известное Превратила Все в шутку Сначала Поняла Принялась Укорять Головой Красивой Качала Стала Слезы Платком Вытирать И зубами Дразня Хохотала Неожиданно Все Позабыв Вдруг Припомнила Все Зарыдала Десять Шпилек На стол Уронив Подурнела Пошла Обернулась Воротилась Чего-то Ждала Проклинала Спиной Повернулась И должно Быть Навеки Ушла Что ж Пора Приниматься За дело За старинное Дело Свое Неужели И жизнь Отшумела Отшумела Как платье Твое А это 29 февраля 1916 года Ну Внешне Оно Как-то Кажется Другим И в то же время Я Расслышал Что на самом деле Здесь Ну не просто Пересечение А это Какое-то Внутреннее Вот именно Даже повторение То есть Блок Сам того Не желая Ни в коем случае Он Как мне кажется Откликнулся На то стихотворение И хотя Внешне Оно Обращено Дальмаз Ну как известно Это Внешняя история Которая описана Очень хорошо Внутренне Оно Как бы Обращено Совершенно Неявно Кахматовой Но через Именно Стихотворение Здесь вот Встреча Этих Стихотворений Как мне кажется Произошла Ну Ну Тут Не Достаточно Много Каких-то Совпадений Но Первое Что обратил Ну и размер И Само вот это Я понял Что вот слово Шутка Оно и там И там Играет ключевую роль Но если там Заканчивается Здесь начинает И Оказывается Что он В каком-то Смысле Само-то Он не живал Лайт Описывает Извне Ту ситуацию Которую Она описывает Изнутри Как бы То есть Он говорит Ну Совершенно Как бы В другой ситуации Превратила Все в шутку Сначала Говоря Ей Она говорит Ну О том Как Он Ей Говорит Какой-то Такой персонаж Но Здесь Поэт Обращает Тут вот Какие Совпадения Ну И размер Один и тот же И Вот Начальные строки При всем их Различии Они Смутно Так сказать Перекликаются Жала руки По темную Вуалью Превратила Все в шутку Сначала И даже Вот эту Вуалью Сначала Они Но Мокли Блок Ну Так Отвлеченно Вдруг Откликнуться На это В принципе Не исключено Но дело в том Что он за две недели До этого Он с карандашом В руках Изучал Сборник Ахматовый И Ставил там Пометки На ней И причем Такие очень Нелицеприятные И Много Много Во всяком Случа Нет Но он ее Ценил Конечно Но тем не менее Он Это было Прямое Взаимодействие С этим Текстом А потом Он когда Стал писать Как бы О своем Это вот Каким-то образом Откликнулось Ну Здесь вот Лирический сюжет Поэт обращается К возлюбленной Строками Прообразом Которого Является Другое Стихотворение Расставания Ну Это вот Бог Причем Прощание С земной Кармен Ну Это вот Дальмас Всегда Так Было Означало Расставание С более Возвышенным Образом Романтической Кармен Которую В какой-то Степени Можно сказать Олицетворяло Ахматову То есть Если Дальмас Это была Ну Такой Она играла Кармен На сцене Собственно Это всегда И говорится Об этом Но Был Тут Такая Двойственность И Ахматов Выступало Всегда Таким Вот Возвышенным Образцом И Ну Она всегда Так сказать Как-то Отмахилась Говорила Что это Скорее Надо писать Историю Нашего Не романа То есть Это были Какие-то Очень Странные Но Не романтические Скорее всего Отношения Хотя Известные Ну там Он ей посвящал Стихотворение И она Ему Так сказать Красота страшна Он скажет Я пришла Поэту В гости Вот это Ну Во времени Совсем Рядом Им написано Это Позже Было Вот Ну то есть Вот стихотворение Блока Может Представь Как ответ Через пять лет На описание Женщины Вот Сходной Ситуации Ну Ну вот это Вот Воспроизведение Той Ну неявной Реконструкции В стихотворении Блока Ситуации Которая Обозначена Может быть Обозначена Как шутка Задыхаясь Я крикнула Шутка Я крикнула Шутка И превратила Все в шутку Сначала Ну вот Финализм Ситуации В последних Строках Если только уйдешь Я умру Неужели Женец шумел Это тоже Финалистка И Блок Как раз писал Что вот Никогда не прощу Ну Например Хохматовы Женщины Вот это их Никогда Там и так далее И тем не менее Он сам Вот почти говорит Неужели Женец шумел Таким В общем Оттенком Ну Невермор Никак Вот Ну Стихотворный размер Да Трехстопная Написка Система рифмовки А.Б.А.Б. Ну то есть Начало там качало Укорять Вытирать То есть Это то что называется Женские На втором слоге Откончалось Начало Качало И мужские Это вот на последнем слоге Укорять Вытирать И там тоже Вуалью Печалью Бледна Пьяна Вот То есть Ну Соответствие Первых Стров Здесь реализуется Скрытый Сюжет О Шаале Можно сказать Об этом Действии Я написал Даже отдельную Работу Некую Потом Уже Но она частично Только Опубликована Большую Довольно Где В этом действии О Шаале Вот это Там Темная Вуалью И так далее Там участвуют Вообще говоря Три Автора Это Блок Ахматова и Мандельштам То есть Там На самом Дело Классическая Шааль Вот это Да Вот Но это Пример Того Как Потом Я обнаружил Что Отчасти Отчасти Вот это Именно Сюжет О Шаале Он Был Ранее В 97 Году Был Воспределен Другой Работе Вот Бельская Опубликала Статью В журнале Русская Речь Где она Говорит С участием Поэтов Вот Каком-то Тоже Действии О Шаале Но она Еще туда Цветаеву Привлекла Но по-моему Это Вот Цветаеву Там уже Несколько Лишнее Но это Отдельный Разговор Я То есть Вот этот Шааль Она на самом Деле Затягивает На голове Это отдельный Просто Вот сюжет Который Там Развивается И какие-то Отношения Уже между Тремя Так сказать Ну такой Треугольник Совершенный Ну какой-то Возвышенный Но тем не менее Диалог И какие-то Странные Такие действия Вот там С Вуалью С Шаей И так далее Там Внешне И так далее Происходит То есть Вот это Вот Ну Причем Существенно Что при переходе От Ахмата К блоку Происходит Как бы Обмерщение Вот этого Покрывала Вот Внутреннюю конструкцию Некоторые движения Задают Вот это Из этого Внутреннего Пластического театра Которое Оно не называемое Но оно хранится И оно вот Могло Предопределить Вот этот Первичный импульс Когда вот он Начинал писать Блок Я имею ввиду Потому что Именно Это уже было Пройдено И он вот Следовал Отчасти Этому Вот такому Внутреннему Изобразительному Пути Ну то есть Вот такой Одинаковый Пластический Образ Начального Действия Ну вот Сходство Первых строк Здесь одинаковое Число Слов Пять С воззвучия Первых Строк Ну Вуалью Сначала И причем У него даже был Вариант Первичный Вначале Что Даже сильнее Перекликается Вот Ну Система Каких-то Общих Движений Внутреннего Пластического Театра То что Можно Вот Первых строк Ну Какие-то Корреляции Драматические Действия Которые Выражаются Ну Различными Средствами Они Насыщены Разнообразными Движениями Ну У Ахмартова Они так Романтически Или даже Мелограмматически Преувеличены У Блока Они даны Несколько Остраненные Ну И так сказать Вот Какими-то Деталями Больше Отсылки Бытовые Может быть Ну Вот Лирическая Героиня Ахматова Прямо Явлена Через Я А у Блока Лирический Герой Ну Или Субъект Лишен Прямо Называемого Я Тем самым Взгляд Зидзян Всегда Изнутри Этого Я Все внешние Действия Совершает Возлюбленная Она Здесь Словно Бы На сцене Причем Она Совершает Действия Аналогичные Тому Что Ахматовы Но не только Совпадающими Действиями Лирической Героиней Но и Возлюбленного Из Ахматовой То есть В этом смысле Вот такая Параллель Ну и В этом смысле Здесь вот Можно отметить Такую Глагольную Наполненность В каком Смысе Превышающую Норму Потому что Здесь Огромное Количество Глаголов Ну то есть Там Сжало Напоило Забуду Вышел Искривился Сбежало Бежало Крикнуло Умру Улыбнулся Сказал Ну не стоит Ну и там Идея Причастия Еще Ну и Блока Тоже Превратила Поняла Принялась Там Укорять Качала Вытирать Хохотала Припомнила Зарыдала Ну и так далее То есть Вот это Превышение Вот этой нормы Как бы Глагольная Она тоже Создает Такой вот Образ Вот этого Какого-то Вот Действа Ну У Ахматовой Там Искривился Мучительно Рот Он вышел Шатаясь Улыбнулся При этом Несомненно Он обернулся У Блока Подурнела Пошла Обернулась А также Зубами Дразня Хохотала Ну Совпадение Отдельных Слов Или их корней Так Ну Это было бы Нелепо Просто Мало ли В стихотворении Стихах Какие-то Совпадения Но здесь Вот это Ворот У Ахматовой И воротилось У Блока В общей Вот Так сказать Суме Оно может Выглядеть И не случайно Ну Тут и перекрестное Такое влияние Потому что Поэтесса Ахматова Выступает Как Ученица Блоковского Стиля Ну и всегда Это как-то Декларировалось Но А поэт Вот Блок Вдруг Оказывается В этом Учеником Ахматовой То есть В каком-то смысле Здесь роли Меняются Потому что Он читая ее книгу И отталкиваясь От нее Тем не менее Воспроизводит Ее вот такие Вот И отношения Вот такие Бытовые Она же Освоила Такие Прозаимного Ну Там есть Это В том стихотворении Это Мелодраматический Хотя Какое-то напряжение То блока Это вот как раз Есть И это вот Слегка Атахматы Вот эти шпильки Там и так далее То есть Платок Вот То есть Это вот Влияние Такое То есть Это вот Непосредственные Такие сопоставления Но когда Вот такие Обнаруживаются Вот связи То Здесь Приоткрываются Какие-то И дополнительные Возможности Сопоставления На которые Я бы Не обратил Внимания Если бы Не было Вот этого Изначальных Вот таких Вот Смыслов Ну Например Воздействие Имени Поэту На смысловые Звуковые Притяжения То есть Вот Ну Это вот Как-то Ну Здесь Об Ахматову Идет речь Но тем не менее Это вот Важно Например Пиас Писал Об Ахматову Само слово Акмиизм Хотя и Производилось Будто бы От греческого Акми Острие Вершина Но было Подставлено Подсознательно Продиктовано Пожалуй Именно этим Псевдонимом Фамилия Ахматов Не латинский Ли здесь Суффикс Ат Атум Атус Ахматус Это латинское Словесное Словесное Веще Следующее Это вот Как ни странно Это прозвучит Тема шахматной партии Блока Ахматовой Это вот Пришло тоже От слова Звуковое Обозначение Тема Ахматова И шахматова Ну Шахматова То есть Это вот Кажется Ну Совсем уж Такое чуждое Тем не менее Это вот Они как бы Вот Кружились В этом Каком-то круге Вот Ассоциаций Трудноуловимые Какие-то Отдаленные Словесные Звуковые Ассоциации И Можно сказать Что начало Это в Сероглазом Короле Написано Вот незадолго До вот Этого стихотворения Вот Первого Ахматовой То есть Формула смерти Сероглазого Короля Ну Там Слава тебе Сходная боль Ну вчера сероглазый Король Многие воспринимали Как Ну Сам образ Сероглазого Короля Как указание На блока И всегда Ахматовой Оказывали Ну Она там Отнекивалась На самом деле Это Современненькими Это воспринималось Ну То есть В таком вот Странном Вот Множественном Пространстве Пересекаются Поэтические Слова И звуковые Ассоциации Имени поэта И название Усадьбы Шахматова А что такое Шахматы Вообще говоря Это вообще Смерть короля В основном То есть Вот это вот Ахматова Шахматова И Умер вчера Сероглазый король Они Это никак Конечно Не Это вот здесь Напряженной Такой цепи Это Такие Отдаленные Какие-то Ассоциации Вот Ну А блок Всегда воспринимался Как такой Король Королевич Король Поэтов Там Были Выбор Даже Вот Ну Можно Может быть Я говорю Это чисто Какие-то Бессознательные Подсознательные Ассоциации Что для Ахматы Выбор ее Нового имени Ну Синдонима Была Неявная Реализация Царственных Королевских Притязаний В том числе На свое первенство Среди поэтов Поэтест Ну Тут Есть Может быть Ответвление В сторону Алисы Затеркалья С той шахматы Партии Когда Там вот Черная королева Появляется Вот Там тоже Какой-то шаль То есть Это можно Каким-то образом С Ахмат Ассоциировать Но я говорю Здесь Вот такое Достаточно Большое поле Вот каких-то Ассоциаций Но которое мне кажется Не насильственное Если видеть Вот это вот Все-таки Изначальное сопоставление Ну вот Тут На самом деле Много написано Вот этих И биографических Вот каких-то Описаний И Здесь фактология Встреч Ахматовой И Блока Но вот эта история Не романа Здесь тоже Вот И в частности Вот в этом Ассоциации И вот Жермунский писал Например Это известный Факт Наиболее впечатляющей Была неожиданная встреча Ахматовой с Блоком В поезде На глухом полустанке Между географическими Близкими Шахматом Усаби Бекетовых И слепному Имением Гумилёва Скорее напоминающей Не бытовую реальность А эпизод Из непродоподобного Любовного Романа Ну когда Ахматова Сама Пишет Как она вышла Там покурить В тамбул Вдруг Ну двери Когда открылись Вот там Для того Чтобы выбросить Мешки из почты Она увидела Что там стоит На платформе Александр Блок А он там приехал С матерью Что там Санаторий Ну как раз Вот на эту станцию Она проезжала Это вот подсолнечная Там солнечная Он ей задал Один вопрос Но она как сказала Вот такой Деликатный С кем вы едете Ну дверь закрылась Ну тут еще вот Одно совпадение Такое Горящий мост На Неве Который порознь Но одновременно Видит блок Ахматов В шестнадцатом году Они остали Какие-то Ну здесь словно Такой окончательный намек На окончательную Невстречу О чем говорило Скрытное стихотворение Вот это вот Написанное ранее В шестнадцатом году Но внешне обращенное К другой Ну вот это вот Действие Ашали Я говорю Ну это вот Это просто отдельный Так как это Большая статья Это отдельный просто Разговор Ну тут можно Сказать еще вот Я стал смотреть Материалы Ну и В этом смысле Здесь это вот Например Исследован Муза Блока И Муза Ахматова Их стихотворение Потому что вот Топоров Вот Ну просто он Оставил свидетельство Ну исследование Достаточно подробное То есть вот Сопоставление стихотворения Ахматова Муза И Блока к Музе Там присутствует Реминесцентное совпадение Ну не буду говорить Но оказывается Что это сложно Там На самом деле Блока Она вроде позже написана И так далее Но это отдельно Но так как Это вот Исследованное Большое Подробное Ну я там цитирую его Естественно То есть Эти вот взаимоотношения И вот между Ими Их текстами Просто они Ну кажется Действительно Она всегда выступала В роли такой Ученицы На самом деле Это не так Вот в других вещах Тоже обнаруживаются Достаточно сложные Взаимоотношения Ну здесь Это вот Взаимовлияние Вот стиля Блока Ахматы То что Вот я По сути дела Говорю Ну То есть Он Пишет Я никогда Не перейду Через ваше Вовсе Не знала Постоянно И совсем Это вообще Не ваше Общеженское Всем женщинам Этого не прощу Ну В определенном смысле Можно назвать Ахматовым Общеженским Стракой Должно быть Навеки ушла Вообще То есть Он как бы Не замечая Что Говоря Или Пишая На полях Книги Ахматовой На самом деле Он готовит Польшу Для того Чтобы К этому Обратиться В этом Стихотворении Вот Ну Это Вот Более Подробный Пример Того Что Вот Как Это Происходит Соотношение Ну Какие-то Достаточно Много Других Сопоставлений Ну Как я Большая часть О них Опубликовано Ну Часть Я вот Здесь Вот Рассказывал Там Допустим Лермонтов И Пастернак Вот Когда Некоторые Вещи Вот Ну Ну В четвертом номере Знамени За прошлый год Появилось Там Эссе Ну Это К юбилею Мандельштама Были Какие-то И тогда Это Округом Столе И потом Вот Это Сопоставление Ну Это Уже Как бы Из разных Областей Искусства А именно Сопоставление Стихов О неизвестном Солдате Мандельштама И Гернике Пикассо То есть Здесь На самом деле Возможно Вот такое Ну Не буду на этом Останавливаться Это Потом Можно Поговорить Если Интересно Ну И На самом деле То есть Это такие Вещи Которые Ну Не только К литературе Относятся И Другим Каким-то Проявлением Ну И Другим Видом Искусства И в частности Вот Я Но это Еще Только так Намеченная Работа Это Сопоставление Двух Известных Картин То есть Ну Мне так Показалось И там Вот это Множественное Совпадение Сейчас я Скажу Которые Вот Второй Автор Под скрытым Влиянием Он Не отдавая Отчета Это вроде Вот Не отмечалось Но это Надо будет Уточнять Вот Создавал Этот Образ Ну Здесь Действительно Надо уточнять Потому что Вот Какие-то Сопоставления Ну Все время Кто-то Это Вот Не делал Или нет А потом Кто-то Тебе Говорит Ну Я всегда Так Вот Думал Вот Ну То, что Я здесь Тоже Рассказывал Вот Это Вот Строки Что-то Физики В почете Что-то Лерики В законе То, что Это Инспирирование Скрыто Строкой Поставлака Номерской Премии Стихотворения Я пропал Как зверь В законе И Множество Людей Которые Разговаривают Ну Вячеслав Иванов Игорь Шайтанов Наталья Иванова Юрий Орлицкий Они говорят Что они не знали Что бы это Сопоставляло Другой вопрос Насколько это Действительно Так Это Насколько Можно доказать Но Одна поэтесса Известная Ну Не важно Кто Она мне Сказала Я всегда Так думал Так это В общем Очевидно Ну Да То есть Это Некоторые вещи Кажутся Очевидными Но Вот это Вот О Вот этих Визуальных Образах Которые Это Речь идет О двух Известнейших Картинах А именно Множественное Вот это Сопоставление Ты Ну Это вопрос О том Как действует Подсознание Или подсознание Многих людей Которые Каким-то образом Пока Методов для этого Вот Точного Анализа нет Но Может быть Он Когда Нибудь Появится Ну И Подтвердит Или Опровергнут То Что Я Говорю Ну Вот То Что Хотелось Спасибо Огромно Ну Что Вопросы Какие Может быть Реплики Я понимаю Что Доказательства Здесь Как таковых Это Ну Можно Развивать Конечно Метод Но В каком-то Стром Смысе Документар Документар Может быть Что-то И обнаружится И так далее Но это Другой вопрос Нет Но вообще Это же Вопрос О точности Так называемого Гуманитарного Знания Да Но там Есть Какие-то Выработанные Методы И Верификация Какая-то А здесь Как бы Это Ну Нащупывается Еще Что Можно Считать Или Несчитать С знаменитыми Архетипами Ангиологовскими Это Как-то Содносится Ну Надо сказать Что я Вот Как Писал Предисловие Я В общем Книгу Довольно Давно Пишу И сейчас Вот Как раз Я Пытаюсь Все Собрать Ну как-то По-новому Уже Вот То есть Вот Я Вот Просто Прочту Из Предисловия Некий Отрывок Где Вот Как раз Конечно Об этом Сейчас Я Вот Ну Здесь Понятие Мимезис Некоторые говорят Мимезис С понятием Мимезис Будет проводиться Сопоставление В последующих статьях Естественно Что можно сразу же сказать Что понятие отражения Отображения Художественного произведения И является важнейшим В нашем рассмотрении Но это то зеркало Которое надо пройти Не разрушая его По поводу понятия архетип Можно привести Две цитаты Вот Первое Значит Юнг В отличие от Фрейда Выделяет в подсознании Два слоя Более поверхностные Персональные Связанные с личным опытом Местилище Всяческих Патологических Комплексов И более глубокие Коллективные Которые не развиваются Индивидуально А наследуются И может быть Стать сознательным Лишь вторично Ну и вторая цитата Едва ли не лучше Краткая формулировка Концепция архетипа Принадлежит Томасу Ману В типичном Всегда есть Очень много Мифического Мифического В том смысле Что типичное Как и всякий миф Это изначальный образец Изначальная форма жизни Невременная схема Издревле заданной формулы В которой укладывается Осознающая себя жизнь Смутно стремящаяся Вновь обрести Некогда Предначертанные Ей Приметы Вот Ну то есть Конечно Это надо Обсуждать Это взаимоотношение И что-то Я намечаю Здесь Ну безусловно Вот эта вот Ну Архетипичность Там или вот Ну типологичность В литературе Она конечно Важна Но Каждый раз Это вот возникает вопрос Это вот Все-таки Индивидуальные совпадения Или они накладываются Вот действительно На какие-то архетипические Возможно и то и другое Может быть и какие-то отдельные Вот Индивидуальные Просто совпадения А может быть Они В какой-то Инкрустированы В какой-то Архетип Может быть И нет Может быть Это только Архетипические Какие-то вещи Здесь Просто я хочу Вот все время Подчеркнуть Что здесь Есть Упор на Некоторое Индивидуальное Но это не значит Что вот Какие-то Архетипические Вещи Они не важны Конечно важны Просто Я все-таки Хочу выделить Вот эти вещи Мимо которых Вот проходят Считать Что это некое Вот единичное Ужасно Ужасно Ну понятно Что мне кажется Что все Что вы говорили Да было действительно Страшно интересно И я уверен Может быть Я ошибаюсь Но я уверен Что у каждого Возникли какие-то Ну вот Совпадения Так сказать Да И это Само по себе О чем-то говорит Вот у меня вопрос В связи с этим Может быть Абсолютно Нелепый Но Я был под некоторым Печатлением Дело в том Что Ну я очень редко Пишу прозу И Вообще прозу Как таковую Пишу Ну совсем редко Вот А здесь я как-то Пытался написать Рассказ И Значит Я писал Что-то писал Как-то увлеченно Так Потому что Ну это для меня Очень новое Такое непонятное дело Вот И Что-то больше недели Там какой-то Трехстраничный Значит Раз Вот И Наконец Ну понятно Что он не получался Потом Что-то такое Возникло В связи с появлением В этом рассказе Поплавского Как неудивительно Ну просто Он как некий Там Персонаж Возникает И Значит Тогда Ну что-то Получилось Я не могу сказать Что я Так сказать Безумно Доволен Тем Что он В конце Но как бы Я понял Что ну дальше Уже Ну вот Как получилось Так Получилось Значит Что-то там Попробовать Телевидение Предложить Там некое В общем Пришла Таня С камерой Алеша Прокопьев И я И мы Обсуждали На камеру Значит Стихотворение Поплавского Черная Мадонна Вот мы Очень долго Про это говорили Это было В начале 2000 И Ну вот Сейчас 17-й год Да уже Значит И Когда я послал Этот Рассказ Станя Она говорит А ты видел Я Ну там Допустим Это было Вот я точно Не скажу Но может быть В конце 16-го Может быть В начале 16-го Года У меня был Там пост Где-то Значит Где я Вспоминал Да Ну естественно Когда я послал Этот рассказ Я написал Вот помнишь Мы когда-то Говорили об Поплавском И косвенным Образов В моем Рассказе Значит Есть некоторая Связь С этим разговором Она говорит А ты читал Вот я написал Пост Значит Где я Я тоже Вспоминаю Про то Как мы снимали Вот Ну Про этот разговор Значит И про Черную Мадонну И дальше Когда Вот Володя Сказал Про эти Совпадения Значит Мадонна Фолтнер Значит И про 30 лет Я Вздром Потому что Значит Персонажу Ну который Как бы Поплавский Там он Возникает Ну странным Образовом Там Престанный Эпсессор И Этому Идущему Значит Там Под Июльским Снегопадом Значит Мужчине 30 лет 30 лет И я Ну так сказать Тоже Ну Володя мог не говорить Про 30 лет Да Но это Только что Вот я писал Просто Про Человека Которому 30 лет Дальше Володя Заговорил Про Значит Стихотворение Прозу Где Есть Образ Шкафа И одежды Значит И тоже Вот недавно Буквально Я написал Стихотворение Где есть Одежда Шкаф Значит Там Ну Правда Володя Говорит про Рубеж Там 50-х 60-х У меня Это середина 60-х Там Значит И Это очень Важно Именно Это Ну и Тогда И я Уверен Что Все Так сказать Могут Какие-то Подобные вещи Вот Как бы Ты прокомментировал Такие вещи Или Это Совершенно Про Другое Ну Это Может быть Про то же Самое Но Здесь Весь Вопрос Но Вообще Вот Этими Совпадениями Это Сов Падение Падение Сов Которые Гимназические Такая Это Хлебников Об этом Многие Собственно Вот этим Интересовались И Замечу Что и Пастернак Об этом Ну Да Жилковский Об этом Писал Что Для него Вот Это Ну Когда Он Там Его Жена Евгения Сын Евгения Живут На Евгении Вы Улице Для него Это Было Какое-то Свидетельство Такого Важного Нонцент Вот То есть Я хочу Сказать Для Многих Это Были Какие-то Ну Это Свидетельство Какие-то Но Весь Вопрос Это Что Называть Случайностью Или Как Это Вписано Вообще Какую-то От От Этого Можно Отмахиваться Или Нет Но Если Не Отмахиваться Можно Не Знаю Как-то Перепо Сойти Потому Что Это Действительно Нож Но Я говорю Эта область Не исследована Для меня Она интересна Как область Вот Всегда Случайно Не случайно Что называть Случайно И в каком Смысле И когда Это действительно Вырастает Из Подсознания Надсознания Бессознания Которые Для нас На 90% Не истны Мы же Во многом И пишем Уже Какими-то Мы абсолютно Не замечаем Как Что там Работает Ну и многие Вообще Действия Людей А на самом Деле Это Там Огромные Какие-то Пласты Неизведанные То есть Это Область Какая-то Совершенно Неизведанная Илья Что ты Скажешь Это же Одна из Твоих Тем Просто Я просто Хотел Как раз Спросить Володю Чувствовали Такое Совпадение Ваших стихов Вдруг Вы там Что-то Читаете Что-то Перекликается Нет Ну конечно Причем Это Может Обнаруживаться Через Много Лет Когда Ты Там Совершенно То есть Когда ты Писал Не думал Ну это Все Так сказать С этим Сталкиваются Например Там Я через Много Лет Обнаружил Что Это Ну Так сказать Вот Буквально По следам Цветаевой То есть У меня Была Там Строчка Есть Правильные Звуки В мире Сем Ну а У Цветаевой Есть Рифмы В мире Сем Например То есть С некоторым Уклонением По этому Следу Ну я Совершенно Ну тут Много Можно Такие Частные Проявления Конечно Есть А вот Сопоставление Здесь Вот этих Произведений Это Когда Здесь Оказывается Множественность Она Вот Связана Вот Отдельные Единичные Конечно Это Тоже Интересно И важно Но вот Когда Оказывается Множественность И вот То есть Это Тут Действительно Для того Чтобы Произошла Какая-то Вспышка Условно Говоря Тут Должно Быть Какое-то Вот Может быть Превышение Каких-то Такого Средне Статистического Вот Нет Ну а так Конечно Это Ну я думаю Любой Пишущий Человек Он Там Может Обнаружить Конечно Вот интересно Как это И что У тебя И Дело в том Что здесь Иногда Это Полусознательно Бывает Иногда Бессознательно Совсем Иногда Сознательно Но потом Человек Может Забыть О том Что он Вот Это Вот И Хотя ему И говорят Через много лет Что ты Под воздействием Он это Напрочь Забывает Но искренне Совершенно Не то Что он Хотел Что-то Скрыть И так То есть Здесь Чрезвычайно Сложна Ситуация Разные Варианты Могут Быть В этом Смысле Это еще Как бы Предъявляет Какие-то Дополнительные Вопросы Задает Вопросы Какие-то Сюда Саша А вот Володь В какой-то момент Сказал Про Иванов Про Японию А как бы Вы Прекоментировали Вот Я Честно Ну Я Ну Читал Его Трудов Это Тот Ливанов Который Поливановскую Транскрипцию Заблет Да А что Я не понял Что За Где Там Что Что Он имел Ввиду В смысле Японской Фонетики Это Он Здесь Говорит Это Какая-то Статья Я говорю Я даже Не помню Откуда Но из его Трудов То есть По поводу Звуковых жестов Японского Языка Звуковых жестов Японского Языка Ну Применительно К стихам Возможно Японским Да Возможно Да То есть Не имеется ввиду Невербальная Смеотика Да Имеется ввиду Жест В вашем Поэтическом Смысле Ну Я могу Попоролить Хотя он Говорит Мелодизация Жестов Аксессуаров Речи То есть Возможно Он говорит И про японский Язык Как ему Видится Какие-то Жесты Языковые Которые А тут Просто Что такое Языковой Жест Ну Я думаю Что просто Писает Звуковой Жест Они вырастали До Какого-то Более Точного Термина Интересно Было Да Что за Ну Понимаешь Что там Жестов Много Они Необычные Язык Я просто Не 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 Есть Еще Какие-то Вопросы А вот Вам В этом Стехотворении Блока Не Кажется Что У него Такая Немножко Издевательская Интонация Это Не Можно Просто Сказать Он Превратился В шутку Сначала Некоторая Пародизация Тут Есть Оттенок Легкий Оттенок Есть Но В этом Смысе Как раз Понятно Что Обращено К персонажу Конкретному Но Если Мы Говорим Литературно То По Отношению Такого Прообразц Ахмат Которая Написана Совершенно Прямо Искренне И так далее У Блока Есть Некоторые Оттенок Так Сказать То Что Можно Назвать Пародией Какой-то Но Это Совершенно Для него Не Анализируемо Но Тем не менее Это Да То Что Параллельно Тому Что Он Наполе Написал Что Никогда Не Прощу И Получив Немножко Это Есть Некотор Оттенок Но С другой Стороны Это Одно Из самых Ваху Сильных Ее Степотворений Ну Того Периода Известных Так Что Оно Но Некоторая Вот Такая Рефлексия Тут Присутствует Пожалуй Интересно Конечно Шахмат Это Действительно Да Я Никогда Не Думал Ну Это Я Говорю Это Можно Считать Что Бред Тем не менее Смерть Сероглазого Короля Вот эти имена Которые Ну Почему Она Взяла Имя Ахмата Она То есть Это Примерно В то же Время Это Кажется Бредом Но Нет Это Кажется Бредом Это Очень Интересно Она Не знала Может быть Что Блок Шахмат Хотя Может И знала Но Из Рассматривать Тоже Как Некоторое Соистическое Вокруг Этого Произведения Но Тем не менее Все Таки Тут Есть Некоторые Точки Опорные Которые Позволяют О чем Договорить Не только Произвольно Что Касается 30 лет В виде Вопроса Я хотел Сказать Может Это Просто Перекликается С явлением Богинь Судьбы Богов Судьбы Петхозаветная Троица Триангела Парки Я имею Ввиду Сама цифра 30 Это возраст Когда Человек Может Явиться В литературном Произведении Просто Троица А может Быть Какой-то Символ Цифры Более 33 Но Это Можно Еще Подкрепить Но У меня Нет Подкрепления Кроме Троицы А Какими-то Героями Которым 30 Это Связано Именно С С явлением Какой-то Им Троичности Это Надо Смотреть Я Не Знаю Но В Принципе Может Быть Поэтому Как В Каких-то Произведениях Это Может Быть Ключевым Ключевым Возрастом Ну Ну Это Традиционно Как Возраст Христа В общем Читается И У Фолкнера Там Это Действие В Страстную Пятницу Проходят Дни Так Что Там Это Прямая Отсылка Какого-то Такого Христина И То Что Им Им 33 Исполняется В Этот День Но Для Платона Отдаленно Тоже Это Все Это Левы Как-то Или Какие-то Эти Архетипы Они В Этом Смысле Туда То Что Это Может Быть И Не Совпадение Может Быть Действительно Просто Некий Литературный Общекультурный Тип Да Но То Что Они Именно Писали В Этот Год И Они Дают Своему Каком-то Альтер Эго И Такому Юродивому Это Уже Какой-то Набор Признаков Который Говорит О том Что Это Ну Я не знаю Какая-то Среда Которая Совершенно Ну Но Тем не менее Они Реагируют В каком-то Смысе При этом Детали Ну Абсолютно Что между Америкой И Россией Кстати Я когда Смотрел Английский Текст Ну Именно The Sound The Fury Я обнаружил Одну Вечь Которую Все время Воспроизводит Перевод Сороки По-моему Замечательный Перевод Шум и Ярость Но Там На самом деле Были Некоторые Лакуны То есть И Они так и остаются По-моему Потому что То есть Эта вот Цензура Работала И там На самом деле Вот Однове Пока что Фолкнер Не совсем Не знал Вообще Что такое Россия Там Джейсон Приходит Полицейский Участок Говорит Что У него Украли Сейф Его Племянница А Там В общем Зная Его Так сказать И Ну Так К этому Как-то Относится Не очень Хорошо И тогда Он им Говорит Что Ну Думаешь Надел Тут Хуражку И бляху Нацепил Ты Все Начальник В оригинале Там еще Говорится Это тебе Не советская Россия Это было Изъято Естественно Да То есть Вот эта Вот такая Крошная Связь Какая На самом Деле Существует Ну Там Он говорит Ну Мы же Не в России Там Он советское Слово Не употребляет Но Это же Не Россия В общем Но Он имел Ввиду Именно Вот Это Понятно 29 Год Поэтому И Я Прости Я Правильно Помню Что Смерть Шем На Иврите Шем Нет Это Имя А что Это Имя А просто Имя А Ну просто Оно было У голема Или нет Шем Имя Да Шем Нет Нет Ну вот То что Вынимал Шем И таким Образом Его Нейтрализовал Вынув Это Да Просто Шахмат Если Шем Убирает Я Начинаю Двигаться Ах Вот Да Шем Ну это Не шем Конечно Ша Русская Ну в общем Но тем не Какой-то Звук Шах И тогда Убирается Как бы Имя Что-то Ну Шахмат Ну понятно Шахмат Это означает Буквально Шах Да Да Король Мат Смерть Эмет Правда Истина Эмет Истина Э убрали Осталось Смерть Он умер Годи А вот так Одну букву Стерли И он умер Но мат Это смерть Шахмат Ну вот эти так называемые Сопопадения Это как раз Ближе всего К тому Что Как раз Юнг назывался Храни То есть Это не для меня Одновременность А именно Это Энергически Значимое Сопопадение Да Но Наверное В каком-то смысле Все Толкование Литературы Основано На этом И так сказать Вот как только Это Как бы Иногда Это наверное Бывает более Как-то Изящно Иногда Менее Изящно И когда мы Это не любим Как бы Нам это не нравится Нам это лично Ничего не говорит Вот так думаю Ну нет Ну это здесь На самом деле Нет никакого Совпадения Вот Но Ну Наверное Так вот Если впадать В крайности То можно сказать То Что Вообще Все что угодно Можно сопоставить Со всем С чем угодно Это даже были Как бы В рамках Проведения Ну как бы Ну вот Если говорить О разных Подходах К текстам Которые Предположим Ну вероятно У нас Может быть Просто меньше Упорно Упорно Это делается Да Ну вот Упор Подход К тексту Который Так сказать Называется Reader Response То есть Вот текст Ну вот Текст Он сам По себе Ну вот Текст Написан И все Дальше Как мы Читаем И те Как бы Ассоциации Которые Мы Выстраиваем Вот это Самое Важное И Другая Крайность Это Когда Ну Исследователи Говорят Что нет На самом деле Все как бы В тексте И вот Только в каких-то Ну там Каких-то Реальных Связях Которые Можно доказать Вот А Read the Response Ну это Ну уж Извините Это Можно Так сказать Взять Кочерку Или Сотовый Телефон И тоже Так сказать Между ними Установить Какой-то Свет Да И Ну Наверное Пока Все это Вот Литературная Критика И литература Веден Будет Существовать Наверное Это Как бы Всегда Можно будет Впадать В эти Два Крайности Да И вот Есть Область Неисследована Промежуточная И пока Хватает Сил Как бы Действительно Да Вот В середине Вот Видеть Вот Эти Вещи Потому что Как только Нету сил Это Как вот Голем Синхрония Да Юнгас Конечно Это верно Но здесь Вот Есть Примеры Как бы Ну Собственно Блоковский Ахмадский Это Асинхрония Так сказать Ну Можно сказать Он был Синхроничен Может быть С воздействием Ее книги В каком-то Смысе Но это Другой Немножко Вопрос Все-таки Или Вот То Что Вопрос Литературы Я просто Отчастную В каких-то Вот этих Соотношениях Вот Была Посвящена Мастеру Маргарите И доктору Фаустусу И там Ну Помимо Множества Вот И каких-то Общекультурных И так далее Там есть Просто Конкретные Вот Совпадения Эпизода Которые Я сейчас Скажу Которые Не могли Они Ну Это В разное Время На самом деле Ну Я говорю Синхрония Может понимать И разнесенного Время Но это Асинхрония Но это Не важно Но Там не было Прямого Никакого Вот здесь Потому что Булгаков Ну это в 30-е годы Закончил А Томасман Начал в 43-м Году писать Но там есть В том и другом Романе Произведение Важнейшее Которое Ну так оно Как-то не ассоциируется Но когда ты смотришь Что там обнаруживается Ну не просто Вот там Да Свечка И кочерга А Множество Каких-то Вот Совпадений А именно Это эпизод Вот Ну Таким Мрачный Трагический Но который Способствует Развитию действий Только в одном Это как бы Завязка такая А в другом Это уже Такой К финалу Выход То есть Это смерть Берлиоза От трамвая И смерть Руди Швердфегера Скрипача Тоже От трамвая Когда его Инесса Инститторий Застрелила В трамвае Причем Перед этим Он исполнял Произведение Берлиоза И Вагнера И То есть И вот это Вот как Вспышка Трамвая Которую Освещают И Там Последнее То что говорится То что он увидел Это вот Абсолютно Белое лицо С алыми пятнами Ну как бы Комсомол Ну женщина Которая тоже Вот вершит А там вот Абсолютно Белое Лицо Вот этой Инессы С багровыми пятнами Вот То есть Это вот Ну Трудно объяснить Вот такой вот Чисто вот Ну какими-то И даже вот Эта синхрония Юнговская Я говорю Не все укладывается Вот Понятие архетипа Это немножко Вот что-то другое Что требует Вот Изучения И поэтому Ну вот Более того Вот это Ну Можно так сказать Оно наводит Я Стал думать о том Что раз Это вот музыкальная Такая связь А Но кстати Вот Томас Манн Он же оставил Вообще говоря Роман о Романе Он подробно описал Как он писал этот роман Он подробно изучал Например Дневники Берлиоза Для него это было важно Но вот Такая деталь Что я подумал Что здесь вот Берлиоз Ну понятно Это музыкальная связь А там Берлиоз и Вагнер Он исполнял Значит У Булгаркова Где-то возможно И Вагнер Должен быть Неподалеку Я его обнаружил Я его обнаружил Неподалеку Когда бездомного Там спрашивают Кто это Ну про Волна Он там вспоминает Ваш Вагнер Не могу сказать Нет Не Вагнер То есть на самом деле Булгаркова Ну понятно Она настроена На музыкальный Там же все С этим Стравинский Кто угодно Но И это вот Тоже вот Каким-то образом Ну не сном Не духом А именно сном И духом Вот это вот Какая-то Корреспонденция Тут Тут нет конечно Между ними Вот этими романами Такой непосредственной связи Правда Потом я Обнаружил Такую вещь Что Вообще говоря Томас Ману Был сын Клаус Ман Который В середине 30-х годов Написал Известный роман Мефистофель Ну это вот Фильм Мефисто Мефисто Более то Он был переведен В 36-м году В Москве Я не уверен Что вообще Слышал об этом Булгаков Скорее всего нет И не читал Наверное Но ему и не нужно было У него уже все Тем не менее Это вот какой-то Такой вот Призрачный посредник Вот он Существовал Но это В литературном смысле Конечно Это более слабо Тем не менее Там как бы Фаус Мефистофель Вот эта двойственная Такая фигура Вот этого актера Который там Она уже вот Присутствует Который вот она И там и там Есть в романе То есть вот Ну такие вот Еще есть Ну вот когда там О Пясти говорите Это там уже Непосредственно Он общался И с тем И с другим И в гости Кому и другому И там Хотя они Сторонились В общем-то Блок И Мандельштам Хотя вместе И выступали Там И с интересом Ну аж Ну аж Что такое В одиннадцатом В одиннадцатом году И там уже Одна Строфа была Которую Мандельштам Скорее всего Слышал Потому что В одиннадцатом году Были выборы Короля поэтов А в выборах Короля поэтов В результате Выбор Блока Там участвовали Пять человек А именно Перст Мандельштам Кузьмина Караваева Ее муж И Василий Гиппиус И там Возможно Шла речь И вот об этом Эпизоде Когда уже Вот эта Строфа Появилась Вот это Четыре Серых И матроса Нас волновали Детый час И более того Это вот Вот эта Строфа На самом деле Четыре серых На самом деле Их было пять Вообще говоря Вот это Бухту Аберураки В одиннадцатом году Вошло пять кораблей Но потом Ради красного словца Но Это отдельный разговор Блок Писал четыре Дело в том Что Единственный корреспондент Который был у него Тогда Это был Пяст Который Он описывал Этот эпизод И потом появилась Вот эта Строфа Четыре серых Ну такой Четыре серых Серых Вообще Вот Господин Серого Рединготь И вообще Тогда вот Это вот Андреева Там Леонида Тоже там Вот эти все Они Совершенно Понятны Но То что они Могли обсуждать Это вот Как раз На выборах Вот Короля поэта В кафе Вена Ну в ресторане Вена В Петербурге В декабре Одиннадцатого года Говорит Такой экспромт Который Который запомнила Мария Шкапская И случайно Случайно Так сказать Ну кто-то запомнил Там Ну это вот Тименчик Приводит А могла Не запомнить Это экспромт Владимира Пяста Такой примерно Цеховиков Идет Когорта Одна Чертовка Четыре Черта Четвертого Писателя Сорта То есть Это речь шла Вот об этих Как раз Четырех персонажах И пятом Но чертовка Это Кузьмила Караванова Будущая мать Мария Вот То есть Это именно Об этой вот Эпизоде И вот это Наводит на мысль Что он Каким-то образом Ну воспроизводит Блоковское Вот это вот Четыре серых Так сказать И Блок Блок может быть Знает И уже Ну и там Тименчик замечает Что это Возможно Это повлияло И на Мандельштановского Играй же на Разрыв Алла Да-да Это то, что я вспомнил Издевая Да-да Естественно Ты четвертый Последний Чудный Чёртый То есть Здесь вот такие И там И в будущее Как бы отсылаю Вот эти вот Отсылки То есть Ну я говорю Это большая Там статья Но тем не менее Это вот Просто Какие здесь Вот Просто Мне кажется Что это не просто И вот Как бы Ну действительно Ведь так называемого Я не знаю Как это называется Новому литературо-ведению Или чему-то Да Ну как бы Не хватает слов Потому что Ну именно Не хватает Поэтому Этот поиск Каких-то новых слов Для описания Вот этого Это дико важно Сам же Как бы Сам же автор термина Про него Сказал два слова Он сказал Что это объяснить нельзя Это Ну вот это нечто Что Вдруг происходит И вот как бы Все время пытаюсь Я ставил этот вопрос Нет Но тем не менее Я пытаюсь все время Что-то об этом Сказать И писать Ну кстати Вот Ну я вот В РГГУ Когда выступал Даже не знаю Это вот Елена Зейферт Ну знаешь Может быть Да И она мне сказала И заочно познакомила Есть такой исследователь Александр Степанов Он начал использовать Этот термин В своих Вот То что он Ну В Ингетолев Твери Да Да А Я знаю В нашей Да Вот И он Ну ссылается Там на мою работу И Тот пример Который он приводит Мне показался Вот именно Ну Достаточно убедительным Это стихотворение Саутии И стихотворение Бродского Там Мухи и пауку В общем Ну Но дело в том Что у меня тоже Было такое сопоставление Это Вот тоже Поэт и романтика Того времени Ну Современного поэта А именно Это колорид же Кублахан И стихотворение Не столь известное Конечно Багритского Фронтовика Который начинает Строчка Из Петербурга В Хамадан Сквозь реки И моря Раскаты октября И вот Там есть Вспомнить Начало Кублахана Вот это вот Ну и потом Это Большое Ну вот То что Здесь вот Степанов Мне показался Это Ну Может быть Это потому что Мне близко Но он Это подробная статья Где он показывает Что Бронский Вот При том что он вроде Вот как-то романтиков Не очень Но она отыскала Вот свидетельство И он никогда вроде И Саути не упоминал Но она отыскала Свидетельство Вот Чуковской Чуковской Которая говорит Что они Где-то в середине Шестидесятых Разговаривали с Бронским Переделкой И она И он ему сказал Что Он ей сказал Что вот Среди романтиков Он часто Роберта Саути Ценит Ну потом Может он забыл Оказалось А тем не менее Это вот Каким образом Вот могло Нем здесь Проливиться Ну тут наверное Еще дело в том Что Мы сейчас Вот на этих наших Стихах Которые Могли То же самое Собственно Говорит Пытаясь Ехать Еще и в логику И другого языка Что в разные времена Даже если брать Последние Просто 200 лет Вот смысл Заимствования Он Как бы Всегда Он менялся И этому Вообще Придавался Разный смысл В разные времена То есть Если Действительно Еще там У модернистов У них было Вот это самое Ну то есть Это Лунная мысль Которую я Вычитала Я ее Не могу Пока что Развить Потому что Я еще Не вычитала Еще ничего Другого Но что У них Было Вот это Понятие Полетик Дет Которые Как бы Которые В свою очередь Они Позаимствовали Вот из Викторианской Эпохи Ну Собственно Как бы Накладывающиеся Другой Эпохи Да И Когда Они В общем Обозначали И вот Что Именно Как бы Они взяли И вот Они Прочерчивали Вот эту Дорожку Которой Дальше Можно было Вижу, что вот это взято оттуда И вот Как бы Я вот Вижу твою Благодарность Вот Тогда как Ну Тоже Это просто Такой набросок Мысли Например В советскую Эпоху Вот Когда Началась Вот эта Библиотека Мировой Литературы И все Эпоха Перевода То есть Как бы Понятие Заимствования Из Другого Церка Как оно Было Вот До Этого Когда Из Из Рильки Ну Там Что-то Такое Да И это Был И не Собственно Перевод И Но С другой Стороны Я Вот Я Это Делаю Я Показываю Что Как бы Я Что-то Вот Взяла Вот Оттуда Когда Началась Вот Это Вот Целый Цех И Фабрика Перевода То есть Это Как бы Ну Я не готова Сказать Как именно Это все Изменилось Но Разумеется Очень сильно Изменилось И может быть Тоже В свою очередь Это Как-то Повлияло И Вот На На Дух Цитирования Заимствования И Как бы Отодвигания В Бессознательное Или Или Наоборот Вот Как бы Ну вот Количество Качество Вот этого Вот Как бы Ссылок Друг на друга И Вот этих Разговоров Поэтов Между собой Когда Разумеется Не двух И не четырех Голосов Перекличка Да Там Вот Целый Такой Огромный Вот Этот Вот Гипертекст Где Все Совсем Разговаривает Да И Сейчас У нас Опять Уже Совершенно Другая Эпоха И И Бродский Жил В каком-то Другом Времени И У него Тоже Другое Было Отношение Вот К этому Какому-то Такому Синхроническому Привлечению Каких-то Других Контекстов Вот Ну Если Что Это Очень Интересная Тоже Ну Да Конечно Это В общем Меняется Но Я Вот Одно Из То Что Вот Ну Не то Что Господствующее Но Одна Из Возможностей Которые Наведу Это Именно Такой Постмодернистский Вот Интертекст Который Просачивается Через Все Границы И Там Автора Уже Нельзя Собственно Автора И нет А вот Есть Ну Так Сказать Я говорю В крайнем Выражении Это Что Мы Должны Классифицировать Ну Там Что-то Писать Уже По Написанному Вот И В этом Смысле Там Уже Просто Теряется Так Сказать Вот Какие-то Там Пришли Несколько Образов Или Они Никому Не Принадлежат Если Ему Кажут Что Это Принадлежало Кому То Вот Множеством Каких-то Путей Других Просочилось Я Пытаюсь Как раз Настаивать Все-таки На автономности Отдельного Произведения Чтобы Сохранить Вот Это Именно Но При этом Раскрыть Ее Все время Но И помнить О ее Границах То есть Вот Эта Модель Мне Чрезвычайно Важна Потому Что Она Как Мне кажется Именно Это Имеет Отношение К человеку Человек В другом Человеке Потому Как Мы Относимся К Другому То есть Что Это Не Произвол Читателя А Что Это Все-таки Свойство Самих Текстов И В этом Смысе Тоже Конечно Здесь Есть Безусловно Есть Нечто Присущее Действительно Самим Текстам И В этом Смысе Они Сохраняют Свою Самостоятельность И Уникальность То есть Я Вот Эти Пытаюсь Наставить И Даже Отдельные Строчки Которые Могут Быть Разных Но Они Потом Вызывают Целые Могут Поля Ассоциации Но Тем Не Менее Это Именно Такое Конкретное Пересечение Авторское Но Понимаемое Конечно Уже В Много Другом Смыселку Ну Что Дорогие Друзья Заканчиваем Или Еще Есть Какие У Вас Вопросы Разговор Страшно Интересный Но Может Быть Да Уже Все Таки Мы Будем Завершать И Может Если Кто-то Захочет Выпить Чай И Уже Еще Полчаса В такой Чайной Обстановке Поговорить Спасибо Спасибо Огромное Володь Было Детям Человек Спасибо Спасибо Спасибо.